Сделано в Северном Казахстане. В Петропавловске изготовили первые три трактора под маркой «Батыр». Параллельно идет разработка отечественного пассивного комплекса. Новую технику аграрии смогут испытать уже следующей весной. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Совместное казахстанско-российское предприятие открылось в этом году в рамках карты индустриализации. Стоимость инвестиционного проекта – 1,2 миллиарда тенге. Началось все с инициативы местного сельхозпроизводителя Сергея Шинкаренко. Купил Петербургское машиностроительное завод на предприятии «Севертрактор» и внес несколько предложений в реконструкцию этого трактора. В 2015 году они пригласили меня на завод, показали завод и в феврале приехала делегация Санкт-Петербурга, открыли совместное предприятие и начали подготовку к производству техники. Здесь делают рамы, кабины, крылья, баки, капоты, то есть всю металлическую часть. Некоторые детали заказывают на заводе многопрофильного оборудования и в венчурной компании «Поиск». Локализация составляет около 40%, рассказывает Дмитрий Джаманчалов. Он занимается сборкой комплектующих, имеет большой опыт работы. Раньше я на военном заказе работал. На сборке «Пусковой установок» у нас по ЗТН. Это в советское время. Ее сняли. Ну, сейчас на мирный лад перешли, трактора собираем. Молодежь осваивает зарплату нормальную, вовремя. Среди, пожалуйста, серые колосса в зарплату. По сравнению с конкурентами, у трактора «Батыр» есть ряд преимуществ. Среди них высокая мощность до 400 лошадиных сил и небольшой расход ГСМ. На один гектар уходит 4,5 литра дистоплива. Стоимость такого «Батыра» – 30 миллионов тенге. Однако одними тракторами на заводе решили не ограничиваться. Сейчас осваивают опытное производство. Поступил заказ на посевной комплекс. Сейчас все, когда хозяйство закупают в основном иностранника, а мы хотим свое сделать. И подешевле будет, и лучше будет, чем иностранный. Длина опытного образца – 11 метров. Производительность – до 170 гектаров в сутки. Комплекс многофункциональный. Он будет делать предпосевную обработку, культивацию, сам посев и прикатывание. Все это обеспечит наилучшие агротехнические условия. Собирают такой комплекс на тракторном заводе практически с нуля, без импортных комплектующих. Разработчики учли мнение аграриев и недостатки существующих моделей. Позже сделать междурядие, изменить несколько порядок прикатывания и разрыхления, допустим. После комплекса должна быть ровная поверхность. Мы так считаем. Попробуем что-то сделать с вопросами равномерности и высева. На заводе планируют выпускать до 100 тракторов в год и столько же посевных комплексов. На 2017 год мы планируем расширение производства. Для этого купили производственный цех. На заводе тяжелого машиностроения участвовали в конкурсе. И планируем в тех помещениях, которые мы сейчас занимаем, оставить сварку, покраску, резку металла, сборочное производство все перенести в новый цех. Пока не выпал снег, на заводе планируют провести первые испытания посевного комплекса, а уже к весне выпустить около 10 экземпляров. Ольга Файзулина, Жулдзбекер Муканов, Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok